МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абсолютный тезка и праправнук знаменитого путешественника, фамилия которого известна всем и каждому еще со школы. Николай Николаевич, а как будет доброе утро по-папуаски? Кае. Кае, один дюйным Николай. Доброе утро. Меня зовут Николай, я сказал. Кае, уважаемые телезрители. Давайте для начала расскажем, как проходит обычное будничное утро у папуаса в Новой Гвинеи. Хотелось бы как можно больше подробностей, чтобы представить, что их будет, например, это крик петуха или уже все-таки мобильный телефон? И что самое главное, вот меня интересует в 9.30, у папуаса на завтрак? Другой папуас или что-то другое? Возможно, вы были бы правы, но мы оказались на берегу Макая, там, где как раз папуасы дружелюбно относились друг к другу, и поэтому ели только что-то, то, что росло рядом. Они в этом плане очень хорошие огородники, великолепные. С утра они обычно пьют воду, и этого достаточно. У них хороший обед, плотный, и в течение дня они едят один раз. Все, что они готовят, они готовят вместе с кокосом. Кокоса, кокосовая пальма на каждую семью, это кормилица. Вы знаете, как у нас корова? И когда это все приготавливается в кокосовом молоке, и какой-то аромат вкусный, и когда вы не представляете, это настоящие кокосы, ты его пьешь даже просто утром, ты его просто разбиваешь вот такой вот мачете практически. Я такое видел только в кино, вот вы сейчас рассказываете. Именно Миклуха Маклай привез на папуановую Гвинею слова топор и кукуруза, которые так до сих пор в ходу. А детей там иногда называют именем Николай. Николай и Маклай. И вы знаете, одна из задач моей экспедиции стояла выяснить все-таки, ответить на тот вопрос, который мне постоянно задавали. А есть ли у тебя там родственники? Почему же Маклаями называют некоторых на берегу Маклая и в папуановую Гвинею? Вот точно наверняка там какие-то есть родственники. Выяснилось, что оказывается у них есть традиция называть именами того, кого они очень сильно уважают и почитают. Но нет родственников. Мне удалось выяснить это, потому что общался я именно с потомком того первого папуаса Туя, с которым встречался Миклуха Маклая. И он ответил очень хорошо. Если бы мы мечтали бы, чтобы, конечно, он поженился, оставил свое потомство. И если бы такое случилось, вся бы папа у новых Гвинеи, весь бы берег Маклая об этом знал, потому что мы были бы самым сильным племенем. А почему Миклуха Маклая? Потому что для них был действительно человеком с луны. Это они впервые увидели, во-первых, белого человека, во-вторых, конечно же, благодаря своей смекалке и умению действительно и расположить к себе людей, мало того, что еще и опытом, поскольку он хороший медик был, опытом врачевания, он действительно для них был фактически божеством. Поэтому, конечно, породниться с Маклаем была бы большая честь. У Маклая ушло 316 дней, чтобы добраться из Кронштадта до Новой Гвинеи. Сколько ушло у вас? И ощущаете ли вы, насколько смелым был ваш предок? Он действительно был отважным человеком. И 316 дней – это 10 месяцев. Мы добирались 6 дней на самолетах. Это тоже определенный рекорд. Ваш прапрадед побывал на островах три раза и жил в целом около трех лет. Он описывает, как впервые оказался у папуазов. Это воинственные люди с луками, стрелами. А ведь запросто же могли убить. Ну, он отправлялся, как в последний путь. Его просьбу выполнил великий князь Константин, председатель Капичевского общества, русского географического общества. Когда он поднялся к нему на корабль, корвета «Витязь» в каюту попросил Николая Николаевича, у него говорит, у меня есть просьба к вам, чтобы корабль зашел через год и забрал дневники. О том, что он выживет, не было и мысли. Мифы о том, что папуазы кровожадные были во всем мире. Их не относили к людям и их считали промежуточным звеном между обезьяной и человеком. Миклуха Маклая почему считается гуманистом? Дело в том, что благодаря своим исследованиям он показал и доказал, что папуазы являются не промежуточным звеном, а теперь тот же самый полноценный вид хомо-сапиенс, к которому мы относим себя. И независимо от цвета кожи все люди равны. Есть ведь описание, как происходила самая первая встреча Миклуха Маклая с папуазами. 20 сентября 1871 года он высадился вместе с командой. Команда из «Корвета Витязь», которая построила ему хижину из того, что они закупили заранее. То есть фактически оставили потом Миклуха Маклая одного. А когда его оставили одного, ему передали оружие. Некоторое для охоты и вообще для защиты от папуазов. Так вот, вместо того, чтобы защищаться, он сказал нет. Если моя цель изучать и найти действительно подход к этим людям, то я ни в коем случае не должен брать с собой оружие. Он отложил его и пошел в деревню. В эту деревню, когда он пришел, папуазы были очень агрессивны. Они направили на него стрелы, стреляли, и он уворачивался. И в тот момент, когда уже не знал, что делать, расстелил циновку и лег спать. Они были в шоке. Они не поняли, что происходит. Какой-то слом стереотипов. Но вы представляете, это позволило им познакомиться с ним. Ведь когда мы от страха, кошка забивается в угол, она начинает, я не знаю, быть львом, агрессивно относиться к другому. Они спокойно, когда он проснулся, сидели вокруг него, рассматривали его обувь, потому что они впервые это видели, его одежду, потому что они никогда не видели одетого человека. Цвет кожи? Цвет кожи. Вы представляете, они же подумали, что он с луны спустился к ним. Берег Маклая – это небольшой участок. Сколько там проживает племен? И на каком языке говорят эти люди? Сейчас они общаются на языке только песин и английском, поскольку все-таки английский является языком образования. Когда Микух Маклая прибыл, он прибыл в залив Астролябия. Сейчас там есть, кстати, пролив Витязь, русские названия там некоторые сохранились. Но это протяженный участок 300 километров. Однако сами деревни, основные, в которых он проживал, это были три деревни – Гаренду, Бонгу и Гумбу. Все сохранилось, как и раньше. И сохранилось сейчас, когда мы в 2017 году, как на рисунках Николая Николаевича Микуха Маклая. И люди помнят его. Когда мы подходили на судне к берегу, мы были поражены. Весь берег был полностью, три тысячи человек и более полностью забит людьми. И мы даже вначале не поняли, что произошло. Российский флаг стоял прямо на том месте, где была хижина Микуха Маклая. И, конечно же, это потрясло. Когда они выстроились, все и пели гимн, папу у Новой Гвинеи на фоне флага, и инициировали встречу. Я взял соль, хотя Николая Николаевича Маклая тогда взял красную тряпицу для того, чтобы передать тую во время первого знакомства. Но соль – это тоже один из признаков цивилизации, поэтому я взял вот кусочек, немножечко щепотку соли и передавал тому первому папуасу, который встречал нас. Вы можете сказать про какую-то особенную душу папуасов? Да, вот говорят, например, когда говорят про русских, говорят про русскую душу. А у папуасов есть какая-то вот отличительная особенность, которая сразу выдает их как папуасов? Я не говорю про одежду сейчас. Ну, они очень похожи на нас. Это первое, могу сказать. В каком смысле? Вы знаете, они не улыбаются просто так. Так же, как мы. От души? Они улыбаются только друзьям, и когда знают, с какими намерениями ты пришел. И вот вначале они очень сурово смотрят. И вы можете увидеть совсем разных людей. Точно так же, кстати, как и мы. Разве мы рады незваному гостю? Никогда. А вот когда мы узнаем, с какими намерениями пришел человек, кто он, зачем мы, почему мы совсем другие. Вот то же самое есть у папуасов. И вот этот вот момент, когда ты приходишь к ним, самое главное это знать. Не испугаться их, а сделать тот шаг и рассказать, что ты пришел с добрыми намерениями и зачем. И тогда ты увидишь совсем другого человека. Они искренние. То, что я у них увидел, это искренность. Когда мы прибыли, у нас была информация от советской экспедиции, которая за 40 лет до нас была там и проводила исследования. Российской Академии Наук, Советской Академии Наук тогда еще. И они описали, что есть плантации копры, что есть ларек даже, и там какие-то сигареты, и какая-то ерунда продается постоянно необходимая по мелочам. Я думаю, когда мы придем, наверняка там уже, ну, если не торговый центр, то какая-то вот такая современная жизнь. И когда мы прибыли на берег и увидели то же самое, что на рисунках Миклуха Маклая, я спросил, а почему так? Вы знаете, говорит, мы некоторое время, когда австралийцы ушли, в 1975 году государство стало независимым, мы жили, как они, но это так утомительно. Нужно собирать эту копру, потом ехать в магазин продавать, потом эти заработанные деньги ты привозишь, а их же надо куда-то потратить. Что нам с этими деньгами делать на берегу Маклая? Надо ехать обратно. Для этого нужно лодку покупать. И дальше вот это вот все. Какая-то суета. Мы не понимаем, зачем нам так много этой рыбы, чтобы вот иметь много холодильников. Если я в любой момент могу взять рыбу, я в любой момент могу взять тот батат, те овощи и фрукты, которые у меня есть. Потрясающие люди. Мы не хотим работать много для того, чтобы быть счастливыми. Мы хотим быть счастливыми сразу. А можете описать их быт? Вот сколько у них жен? Как они воспитывают своих детей? Нет, если человек может себе позволить, особенно вожди раньше, то они имели столько жен, сколько они могут себе позволить. И сколько же нужно иметь денег, чтобы иметь несколько жен? Ну, денег не обязательно. Есть специальные блюда, например, табир. Вот мы привезли оттуда интереснейшую коллекцию, потрясающую уникальную коллекцию, часть из которой стала коллекцией кунсткамеры. Других музеев, например, пять табиров и у тебя жена. Табир — это блюдо? Блюда. Вот знаете, вот как у нас раньше в Серванте было блюдо, для того, чтобы потом приглашать гостей. Пять вот этих блюд, и у тебя женщина... Вот в чем секрет. То есть, если у тебя много посуды, значит, ты можешь прокормить много жены. Ну, в эту посуду надо будет что-то еще положить. Мы, кстати говоря, совсем забыли сказать о том, что когда Миклуха Маклая туда прибыл, они не знали, что такое железо. И абсолютно все они делали при помощи каменных топоров. Потрясающий момент. Мы можем проследить развитие именно вот этого уголка планеты, начиная от каменного века, фактически люди не знали, что такое железо, до сегодняшних дней, когда у них есть смартфоны. У них есть сейчас смартфоны. Ну, правда, единственное, что связь плохая, поэтому ими трудно пользоваться. Николай, говорят, что Миклуха Маклай подарил папуасам бычка. И с этим связаны какие-то легенды. Ну, бычок убежал, они подумали, что это свинья, конечно же. Ну, послушайте, свинья – это самое ценное. А он его с собой привез на корабле, получается. Конечно, конечно. Я вам должен сказать, что вот по поводу табиров, плюс помимо табира еще и дается свинья. В некоторых случаях выкуп дается свиньями. Подложить свинью. Свинья – это считается очень ценное. Один раз в год раньше ели или на свадьбу, или же во время инициации. То есть, когда мальчик становился мужчиной. Сейчас во время Крисмаса еще. И это большой, конечно, праздник. И вот когда они увидели этого бычка, они, конечно, подумали, что это большая свинья. Бычок от страха убежал. Он, видимо, не был такой доброжелательный, как Николай Николаевич, а когда увидел серьезно настроенных папуановых гвинейцев, есть сейчас папуасов берега Маклая, он, видимо, решил, надо бежать. Не удалось им крупный рогатый скот сделать домашним. Но петух-то утром кричит. И мало того, что есть и собаки, иногда они становятся частью, раньше, по крайней мере, частью рациона, в некоторых случаях, и курицы, которые есть там. Но они не домашние. Они при деревне. Они очень спортивные, бегают. Если вдруг у них есть какие-то дела, они сами по себе. Собаки охраняют племя, получается. Собаки охраняют, да. И вот смотрю на вас, Николай, и вы, конечно, очень похожи на своего предка. Как жить вот с такой громкой фамилией Миклуха Маклая? У вас бывали какие-то курьезные случаи с этой фамилией? Постоянно. Вообще, в этом плане, конечно же, жизнь преподносит очень много сюрпризов. Но один из них, которым, кстати говоря, я готовился уже с детства, один из них был очень интересным. Ситуация была такая, что я вызывал скорую помощь. И меня спросили по телефону, пожалуйста, записываем фамилию. Я говорю, Миклуха Маклая. Пауза небольшая. Еще раз скажите, пожалуйста. Я еще раз сказал. А после этого сказали, хватит издеваться и повесили трубку. Но вы понимаете, я в тот момент не знал, что делать. Вы не поверите, куда-то пройти, например. Тебя спрашивают фамилия Миклуха Маклая. Фамилия Миклуха Маклая. Фамилия Иванов. Проходите. У нас были вокруг фамилии ряд бизнесменов. Мне как-то не удавалось зарабатывать на своей фамилии. А другим моим друзьям. Более успешным в экономическом плане. Им удавалось. Он подходил и говорил, ты знаешь, Гид, хочешь, я тебя познакомлю, дам пообщаться с настоящим Миклуха Маклаем. И, конечно же, школьники знали, кто такой Миклуха Маклай, понимали, что это невозможно. Гид, ты заплати мне немножко денег, и я тебе как раз дам возможность такое. И ко мне подходит один, второй, третий человек, спрашивает Миклуха Маклай. Другие попросили документ даже показать. Я вначале не понимал, что это такое. Ну, я показал, меня многие спрашивают, а выяснилось, это мой друг зарабатывать деньги. Подводит ко мне за деньги людей, которые действительно не верят, что я Миклуха Маклай, для того, чтобы пообщаться. Неплохой такой лайфхак для наших телезрителей. Например, если у вас фамилия Барклай, Детоли или Кутузов, то берите на заметку. Когда вы впервые осознали всю ответственность своей фамилии, фамилии вашего предка? Вы знаете, поскольку я родился в Советском Союзе, в котором знали Миклуха Маклай хорошо, было не очень просто с этой фамилией. И там была недоответственность, поскольку постоянно спрашивали, и приходилось рассказывать, и это было до той степени утомительно. Приходилось рассказывать о Миклуха Маклай, поскольку ты всегда представляешь, рассказывал, действительно ли ты Миклуха Маклай, ты должен был об этом говорить. И вначале это было утомительно. Но, видимо, этот этап нужно было пройти, чтобы понять через некоторое время, когда вот у меня родился старший сын, что очень важно, чтобы следующее поколение знало о Миклуха Маклай. И когда я обратился, обратился свой взгляд к тому, что происходит, я увидел, что достаточно мало людей сейчас помнят и знают, кто такой Миклуха Маклай. И мы начали серьезную эту работу. В первую очередь какую? Я хотел узнать, что такое берег Маклай отправиться по следам. Я предполагал, что это очень просто. Я набрал в гугле Миклуха Маклай берег и понял, что туда очень легко добраться. Но оказалось совсем не так. Как я вам сказал, шесть дней, проблемы с визами, никто не знает, что там происходит, а то, что происходит или то, что написано, абсолютно не соответствует действительности. И вот тогда я понял, что действительно мне нужно заняться тем, чтобы взять ученых и поехать и отправиться на берег Маклая, чтобы зафиксировать, посмотреть эти изменения. Но вначале я обратился к ним и хотел узнать, действительно ли это надо, или это просто моя блажь, или мое желание. Выяснилось, что это уникальный уголок планеты, как я вам сказал, на примере которого можно проследить, что изменилось, начиная от Миклуха Маклая. Как раньше ученые проводили свои исследования? Вы не поверите. Сначала приходили войска, потом приходили миссионеры, они делали записи, а потом они приходили к ученым, и на основании вот этого испорченного телефона они делали какие-то выводы. Миклуха Маклай один из первых людей, который показал своим примером, каким образом можно проводить экспедиционную работу, как правильным образом делать записи, чтобы в последующем они стали научными трудами. Он пошел, кстати говоря, не классическим путем. Он сначала пошел проводить исследования, а потом делать уже научную работу на основании именно своей работы. Поэтому для меня лично началось это после того, как я узнал, что актуально то наследие, которое сохранилось у Миклуха Маклая, о том, что мало кто знает сейчас. Нам удалось получить огромное количество откликов, и вот этот отклик людей заставил меня в дальнейшем работать. Я не предполагал, что я буду заниматься этим так серьезно, как сейчас, и я не предполагал, что мы будем так серьезно развивать эти проекты. В моих мыслях было отправиться в экспедицию, взять информацию, передать ученым, и все. Основная линия потомков Миклуха Маклая живет в Австралии. Вам удалось повидаться с родственниками? Конечно. Два с половиной дня пути, ну, с учетом пересадок, три-четыре самолета, и вы там. Это интереснейшее путешествие, прекраснейшая, интереснейшая страна. Миклуха Маклая проживал там не раз, по той причине, он, кстати, один из родоначальников и основоположников австралийской науки. Это действительно так, его признают. Там есть музей Миклуха Маклая, там есть премия, кстати говоря, студенческая Миклуха Маклая. Миклуха Маклая в определенных кругах очень известная личность. Он женился же на Маргарет Робертсон-Кларк, человек, который смог жениться на дочери на тот момент премьер-министра Австралии, той части Южного Уэльса. И то он был против, и только с позволения Синода и нашего императора разрешили венчаться по обычаю католическому, несмотря на то, что он православный. Вот таким образом у него появилось двое детей, которые потом он вместе с супругой перевез в Санкт-Петербург, а после его смерти она вернулась в Австралию. Вот таким образом у нас появилась австралийская ветка. А я от старшего брата Сергея. И вот наша ветка именно относится к его старшему брату. То есть он мне двоюродный праправнук. Я, точнее, двоюродный праправнук, а он мне двоюродный прапрадед. Николай, существует ли ген путешественника? Это передается по наследству или это можно как-то себе выработать и прям стать настоящим путешественником? Я думаю, что мы все путешественники, однозначно. Но нет, есть прям такие, знаете, пушистые домоседы, которые никуда не поедут и никогда. Я сейчас обожаю нашу возможность работать, не выходя из дома, по той причине, что это позволяет сделать многим больше. А вначале я помню, насколько мне интересно было путешествовать. И сейчас я в большей степени, наверное, нацелен на то, чтобы не просто путешествовать, а делать какую-то работу интересную, чтобы оставить что-то после себя. Поэтому, конечно, гены есть. Но все мы абсолютно, когда мы, особенно молодые, находимся в той ситуации путешественника, и именно поэтому Мику Хамакай настолько и популярен. Каждый в нем находит что-то свое. Николай, огромное вам спасибо за это интересное интервью. А нашим дорогим зрителям я желаю немножечко безрассудства, немножко смелости, дерзости и почувствовать себя настоящим исследователем, путешественником и даже Миклуха Маклаем. Будьте здоровы и не переключайтесь. Миклуха Маклаем. Миклуха Маклаем. Миклуха Маклаем. Продолжение следует...